В последние дни Более чем в ста городах всего мира Прошли акции поддержку В пользу Украины Перед посольствами России Выходили люди И говорили, чтобы закончилась война Чтобы прекратилась эта безумия Перед посольствами Все на своем месте В том числе и Рига Туда тоже выходили Огромное количество людей Звезды шоу-бизнеса Певцы, актеры Также и те, кто занимается правозащитной деятельностью Это то, на что способны честные, порядочные люди Если бы вы меня спросили В чем заключается наш протест Против этой агрессии Против этого человека ненавистнического режима Праздновать в Лужниках Петь какие-то патриотические песни Когда на алтарь этой безумной похоти Кремлевского преступника Уже легло более 200 тысяч парней и мужчин О каком патриотизме Можно говорить Как будто советская проклятая система Возрождается Мне стыдно смотреть на этих актеров Которые с такими лицами За 2 миллиона рублей Отрабатывают Отсутствие совести Порядочность В чем наш протест Можно сколько угодно на кухне болтать Можно сколько угодно Где-то там На остановке Но у нас Есть площадка нашего протеста Не перед российским посольством Потому что это посольство ничего не поменяет Мы протестуем Перед престолом Нашего великого Господа Иисуса Христа И мы говорим У тебя в руках вся власть У тебя в руках Авторитет и влияние Восстань Господь И останови в этом году Это проклятие Убери этого Путина Из Кремля Чтобы Россия вздохнула свободно Чтобы народ сдохнула Изцелив Украинскую землю Украина земля Подними Из этих развалян Кто утешит детей Курши номеринас бэрнс У нас только один Кому мы жалуемся У нас только один Перед кем мы открываем Все свое сердце У нас только один В руках которого вся власть В руках которого весь Авторитет Поэтому это не просто песни А это наш протест Это наш ходатайство Это наша молитва Заступничество Постань Господь И рассеются враги твои И пусть все ложные пухи Исчезнут с лица земли Пусть кисть руки выйдет И начертает на этой Кремлевской стене Текил, текил Мена упорсин Ты Дух завершен И найден Очень легким И пусть какую-то ночь Произойдет то Что произошло Во время Балтасара Поэтому мы молимся Играм Господь По-человечески Может быть это невозможно Но то, что невозможно Человеку Возможно Богу Подними руки Если ты хочешь Стоять в проломе Если ты не хочешь Чтоб здесь рвались бомбы Если ты не хочешь Чтоб твои дети Умирали В таком возрасте Ходатайствуй Наси бремена друг друга Молись за тех Кто сегодня на обочине Чтобы не дай Бог Тебе оставшись на обочине Видеть, как мимо тебя Проходят другие люди Подними руки И начинай ходать Господи Мы нуждаемся тебе Как никогда Господи Царь всех царей Ты, Господь, всех Господь, струйся В твоих руках В твоих руках Вся сила И весь авторитет Ты творишь чудеса Не только в персональных судьбах Ты творишь чудеса Ты творишь чудеса Не только в стенах церкви Ты творишь Политические и геополитические чудеса И мы нуждаемся, Господь Сердце царя В твоей руке И мы просим тебя На види порядок Останови это Кровопролитие Останови это безумие Господь ты тот Который сказал У меня отмщение И я воздам Страшно впасть в руки Бога Живого О, Господь, мы нуждаемся В твоем сверхъестественном вторжении В эту ситуацию И пусть этот год Станет последним В этой чудовищной Истолковой Абсурдной войне Разбей всякое политическое лицемерие И всякое фарисейство Таколе эти парни И эти мужчины Будут жертвой Этого кремлевского Походливого лидера Во имя Иисуса Христа Господь останови Это современное языческое Итого поклонства Пострами этого современного По Молохам О, Господь, мы не можем В этой ситуации И не можем Пострами-процессу О, Господь, мы можем В этой ситуации Их, Господь, мы можем В этой ситуации Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Твое царство Добавил DimaTorzok 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 Вот в чем заключается наш практический протест против этого абсурда и безумия. Мы открываем свой протест Богу, и когда мы говорим «Восстань, Господь!», Он говорит «По вере вашей, да будет вам, восстанет Господь и покажет себя сильным против всех врагов. Ему надлежит царствовать, доколе все враги, скажи, доколе все враги, не почти все, Доколе все враги не будут положены в подножье ног его. Веришь ли ты этому? Давай, тут там, тихцы. One, two, one, two, three, твое царство! Твое царство! Твое царство! Твоя сила! Твоя слава по реке веков! Твое царство! Твоя сила! Твоя слава по реке веков! Аминь! Потому что Господь сказал, только прославленный Бог наведет порядок на этой земле, прославляющих меня, я прославлю, не просто защищу, не просто накормлю, прославляющих меня, я прославлю, это значит, все враги будут вон там. Все разрушенные города будут восстановлены, и авторитет униженных и оскорбленных, Бог поднимет на новую высоту, и Украина увидит новейшую историю, которая еще никогда на этой земле не происходила. Воздаю Богу славу! Поймите меня правильно, мы на воскресное служение пришли, когда проповедь будет, а вот это как раз есть проповедь. Дом Божий – это дом молитвы. Вот это самое главное. И когда мы это пророчествуем, это будет происходить. Запомните, я состоялся, ты состоялся, не благодаря своим молитвам. Я состоялся, я достиг того успеха, который сейчас я имею, потому что кто-то за меня стоял в проломе и молился, даже не понимая, какие проблемы у меня. Я состоялся благодаря ходатайственным и заступническим молитвам. Мы все нужны друг другу. Ты скажешь, что такое происходит? Вот такие молитвы влияют на исторический ход событий. Бог говорит, искал я у них человека, который бы вылез из религиозной церковной трясины и встал бы в проломе. Зазем курва? Ой, я думал. Курва. Короче, самое главное, чтобы не стать этим. Чтобы ты стал в проломе за эту землю. И когда мы молимся за Украину, поверьте, Бог автоматически благословляет и Латвию. Эй, латыши, вы верите этому? Амен, амен, амен. Повернитесь, кого-нибудь обнимите. Особенно, если есть украинцы. Эй, дети, кто-нибудь подойдите. Эй, бэрн. Первый ряд. Подойдите к детям. Обнимите. Обнимите. Благословите. Пусть они пойдут в воскресную школу благословенными. Ли вини светит и твой день скол. Огромное спасибо. Молодцы. Баевое крещение. Присаживайтесь, друзья. Апседайтесь, дороги. Нестандартные обстоятельства рождают нестандартные служения. И Бог благ, который сказал, что обстоятельства могут быть непредсказуемыми, а Бог предсказуем. Что бы ни произошло, он сказал, что все я с вами, во все дни, до скончания века. Самое главное, уважаемая церковь, ощущать, что наш Wi-Fi, он не заблокирован. И мы ощущаем через эти включенные духовные антенны энергетику, информатику с территории Царства Божьего. А он говорит, я вас не оставлю, я посрамлю всех врагов. Если уж мы до 33-летнего возраста дожили, неужели за этот год не было вот таких потрясений? Если Бог нас защитил до сегодняшнего дня, он говорит, я до скончания века, я до скончания века буду вместе с вами. Амен? Амен. Бог благ. Бог милосерден. И я благодарю Богу, что в февраль вот так завершается. Многие люди со страхом ждали 24 февраля, 23 года, что-то шандарахнет. Мне кажется, уже все там сдулось. Там никто не шандарахнет. Все, что надо было шандарахнуть, это было год назад. Это было самое нелепое, глупое, неоправданное решение. Скорее всего, система Советского Союза от позиции крушения де-юре приближается к с оппозиции крушения этого безбожного, проклятого Союза к границе де-факто. И вы знаете, это не война против России, когда мы это говорим. Правительство и народ это не одно и то же. Правительство приходит и уходит, а этот застрял. Мне кажется, уже Ленин чешется и говорит, Володя, ты слишком задержался. Может быть, давай сюда, полежи чуть-чуть, отдохни в мавзолею. Это как, а? Учить весь мир какой-то демократии, когда обнуленных четыре срока, полвека, он рулит ни одного достойного человека, который бы заменил это все. Не, 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 эта система уже сгнила. И она рухнет уже де-факто. И после Путина такого тирана не найдете, который бы все держал в страхе. И Российская Федерация расколется на 4-5 субъектов. И вы это увидите. Потому что уже однозначно, что эта схема, она уже работает. Процесс денационализации и демилитаризации Украины закончится депутинизацией Российской Федерации. Это будет новая Россия. Она встанет с колен. Людям жрать нечем. На половине территории Газа заключенных, преступников блатуют в этот Чайковаге. Это позор. Какая это армия, которая будет состоять из уголовников. Да это все со всех сторон. Это просто апогей шизофренического безумия, достойный презрения небесного и общенародного. Мне абсолютно все равно. Как люди это оценивают? Пройдет немного времени. И вспомните мой хриплый голос. Все будет так, как ты сказал. И мы получим все, что ты нам обещал. Латвия будет городом убежища. Территорией, которую Бог будет защищать, как никогда. И в ближайшем обозримом будущем Латвия будет цитаделью христианской культуры и духовного возрождения в европейском пространстве. Уважаемые пассажиры, хочу сообщить вам, вот таким курсом идет наш корабль. Располагайтесь удобнее и знайте, этот курс мы не меняем. Куда шли, туда и продолжаем идти во исполнение пророческого слова. Аминь. 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 Толкни соседа. Пакустин сову каиме. Скажи, я так и думал. Так я так и думал. Я так и думал. Я так и думал. Боже, самое страшное в жизни это жонглировать откровения. Вчера верили в одно, завтра верим в другое, послезавтра еще во что-то верим. Это не вера. Это религиозная проституция. Когда церковь стелится под любой религиозно-политический режим, церковь должна выполнять не волю политического режима, а церковь должна выполнять волю Божью. Но что Иисус Христос сказал, я создам церковь мою и ее врата ада не одолею. И что эта церковь свяжет на земле, то будет связано на небе. И что она разрешит, то будет разрешено. Но, уважаемые друзья, мы не просто религиозная организация. Мы претендуем на ту церковь, которую строит Господь Иисус Христос. Поэтому, уважаемые друзья, это не понты, это не гордыня, а это подготовка к самому главному историческому событию, которое нас ожидает. все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил твоего венца. И когда Христос придет, трусливая продажная церковь не будет вознесена на облака, она останется здесь. от церковь, которая выполняла волю Божью, которая исполняла на этой земле программы Божьей, как победители и чемпионы, они поднимутся на небеса. Почему? Написано, побеждающий наследует все и притерпевший до конца спасется. Мы сейчас не просто кипятим воду и эмоции взрываем. Мы готовим путь Господу. И мы хотим, чтобы Бог нами восхищался, чтобы, смотря на нас, Иисус своему Отцу сказал, не зря их спасал. Уверовали же в это. Взяли же все оружие Божье и выполняют же нашу волю. Ну разве мы их бросим? И отец говорит, нет, конечно. Поверьте, друзья, мы должны ходить не перед людьми, зарабатывая лайки или уважение от людей. Мы хотим ходить перед Богом, угождая ему, и когда Господин вернется, чтобы мы могли сказать, Господь, мы не пошли на компромиссию, мы не продались, и мы не продали свою совесть. Мы защитили твои стандарти и во время пандемии, и во время этой дурацкой войны, и во время этой религиозной вакханалии мы шли за тобою. Мы любили тебя, мы поклонялись тебе, мы провозглашали христоцентризм и теократический порядок. Друзья мои, поймите меня правильно, если мы не будем защищать свой фундамент, если мы не будем защищать наши корни во Христе Иисусе, дьявол сорвет с корней, и это будет самая опасная штука. Аминь. Мы хотим не только красиво начинать, как кто-то говорит, а где же ваши аудитории? Стадионы это все. Вы понимаете, не стадионы решают все, а твоя принципиальная позиция перед Иисусом Христом, потому что перед пришественным Иисуса Христа дьявол будет предпринимать сумасшедший и ожесточенный реванш. Будут такие лжи пророки, будут такие лжи христы, мало того, будут чудеса, огонь сходить, и бедные христиане, которые только за чудесами бегают. Пророк приехал, давайте в очередь, поскольку из-за того, что он тебе это пророче сказал, что-то поменял в Телху. Я не перечеркиваю пророков, но ты головой своей думай, Если у тебя с Богом нет никаких личных отношений, никакие пророки один, толкни соседа, скажи, один на один и без всяких посредников. Давайте вместе скажем, один на один и без всяких посредников. Еще раз. Вот основа нашей веры. А как по-латирски это звучит? Виенс узвену, виенс узвену у не кауду старпнику. Виенс узвену у не кауду старпнику. Аминь. Это что он сказал? Одну дозу вену? Или что? Две дозы. Один на один, да? Самое главное. Хорошо. Чтобы я тебя хоть проверял, а то откуда я знаю, что ты переводишь. Уважаемые друзья, хватит спекулировать своими отношениями. Каждый сам за себя даст отчет Богу. Я смело всегда говорю когда будет судилище Христово. Один на один и без всяких посредников. Иисус будет тебе в глаза смотреть. И у него памятная книга. И он тебе все-все вспомнит. Помнишь, я тебе это говорю? Ты это все перечерывал. Ты сослался на режим, а вот это? А помнишь, я тебе это поручил? Сделал все, что забыл. Ты изликешь как измирси. Знаете, это будет грустно, если он откроет памятную книгу, а там все вычеркнут. лукавый лукавый Ты знал волю господина, и ты закопал свои таланты, зря увидеть его. А посредники тут ни при чем. Мы так привыкли обвинять в своих неудачах кого угодно. это вот из-за этого пастыра, вот из-за этого лидера. Это жена, которую ты мне Господь дал. Это из-за нее все. А жена будет стоять перед Богом и говорит, это тот тупой мужик, которого ты мне дал. Вот из-за него все неудачи. Вот эта спекуляция закончилась. Запомните, это откровение от Бога. Один на один и без всяких научись с ним вот так общаться и тебе не грозит разоблачение или позор в конце жизни. Амин. Когда Господь меня на ковер вызовет, и сказал, что ты делал на земле, добрый или худой? Я говорю, Господь, я написал новый мировой порядок, за что меня выгнали из пяти стран. Сергей Рихоловский меня вычеркнул вообще из христианских кругов и сказал, что это ересь. Но Иисус, ты же знаешь, что это рекламная кампания твоего великого имени. Я тебе говорил о том, что ты есть прежде всего, и что тобою все стоит, дабы тебе иметь первенство во всем, не только в домашних группах, не только в семье, в экономике, в образовании, в государственной жизни. Я рекламировал как глава царя всех царей. Я тебе рекламировал, Господь. Я ему все расскажу. Мало ли кто из людей за это меня возненавидит. Я хожу не перед людьми и угождать им не собираюсь. Мы ходим перед Богом. Когда была пандемия, мы говорили, право, выбора, никто не имеет права отнимать. Поэтому мы говорили, мы против принудиловки. Нас хотели запретить. Какое запретить? Ликвидировать. Какая же у нас память короткая? Как будто этого не было. А я буду напоминать об этом, что стойте в свободе, который даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять фигуравства. вы представляете угрозу для нашего населения. Напоминаю, один пастор встретился со мной. Написано, мы должны быть покорны всякой власти. Я говорю, написано, но у тебя есть толкование, говорю, тупое. Как тупое? Гитлер будет? Ты будешь его почитать или нет? Были цари, которые делали угодное Богу, и я почитаю это правительство, которое делает угодное Богу. Но если они нарушают все принципы, с какого перепуга я должен их чтить? Генеральный прокурор, мы вас ликвидируем, а Бог дал ему пророческую фамилию. Стуканц. Да стукался. То, что Бог открыл, никакой стуканц не закроет. И вот, как мы уже говорили в среду, последнее заседание лопнуло, как мыльный пузырь. Вы понимаете, о чем речь идет? Когда ты защищаешь правду и тебя ненавидят, не обращая на это внимание, самое главное, чтобы твой шеф был доволен тобою. Как Бог сказал Аврааму, уходи передо мною, будь непорочным и награда твоя будет велика. Амен. Широкий путь, ведущий в погибель. Большинство идет этим путьом. Кто-то уже два раза укололся, кто-то пять раз укололся, кто-то десять раз кто-то уже помер, а вот уже мы не кололись, мы прикалывались от тех, кто кололся, потому что мы были уже привиты не к Файзеру, а к Лозе, который есть Иисус Христос. Я абсолютно убежден, пройдет немного времени, Бог это все вспомнит и кому-то скажет молодец, я не говорю, что Бог таптать будет тех, кто шел на компромисс, но самое главное делайте выводы и в 23-м не наступайте на те же грабли, потому что как один мудрый человек сказал долине смертной тени так часто предшествует долина старых граблей. И не надо говорить, что это кто-то виноват в этом. Я верю в чудеса, которые Бог совершит в этом году. Напоминаю, в завершении январского поста мы провозгласили, что все мероприятия, которые мы озвучили Богу, которые мы запланировали, это территория гарантированных ответа. Мы смирялись, мы постились, и мы делали заявки. И Господь гарантированно, который говорит, воззови ко мне, отвечу тебе, покажу тебе великое недоступное, чего ты даже не знаешь. Я верю в гарантированные ответы моего любимого Господа Иисуса Христа. Не будь этого, не дай Бога, люди будут издыхать от ожидания грядущих бедствий. Но это нам не грозит, потому что, когда на одном полюсе будет умножаться грех, на другом полюсе будет изобиловать благодать. Амин. Если я рожден от Бога, я рожден побеждать, если ты рожден от Бога, ты рожден побеждать. Скажи это нескольким людям, скажи, не разочаруйся. Не не велись. Амин. Не пьет велись. Аминь. Аминь. Аминь.